Хорошо, да. У меня вопросы перед глазами, поэтому я готов на них по очереди ответить. Первый вопрос. В постановлении областного правительства не сказаны критерии выдачи пропусков. Когда они будут разработаны и опубликованы? На вчерашний день есть два критерия, они достаточно простые, выложены. Мы руководствуемся, так сказать, теми документами, которые есть, и еще раз возвращаюсь к здравому смыслу, руководители, которые считают необходимым выводить своих людей на работу, тем самым подвергая разносу вируса. Это первое. Второе. Уважаемые руководители, ознакомьтесь с тем законом, который подписал президент. Он достаточно жесткий. И надо ли вам, а, подвергать своих сотрудников возможности переносу и стать разносчиком вот этого коронавируса, с тем, чтобы в последующем на вас возложилась высокая материальная ответственность и уголовная в последующем. Надо ли вам это? Я бы задал вопрос каждый себе в том числе. Второй вопрос. Какие шаги будут предприняты в будущем, чтобы не допустить беспорядка и очередей в сдаче и получении документов? На данный момент таких очередей нет. Все идет в плановом режиме, буквально несколько шагов. Вчерашний набор в течение двух-трех часов и в администрации в бизнес-закубаторе присутствовал. Но мы постарались его все-таки урегулировать, собрать документы с обратными телефонами. Сегодня в спокойном режиме будем отрабатывать по каждому предприятию и возвращать пропуска или отказ, если это на самом деле предприятие, которое не требуется для работы и жизнедеятельности. Работаем с обратной связью. В бизнес-закубаторе сегодня работает Балуков и Фазииг непосредственно на месте. Мы здесь работаем в Горячухе, Канатов и Яр, Калинину вышла с отпуска. Мы отработаем здесь в этом непосредственном режиме. Третье. Есть ствердительность, с которым запрещено работать и, соответственно, получить пропуск. А у них есть охрана на производство таких объектов. Как их получить? Как им получить пропуск? Я уже об этом тоже сказал. Конечно же, охране мы и данных предприятий ему пропуск выдадим. Очень многие об этом звонят. Мы не за то, чтобы было какое-то мародерство или там в рабство. Конечно, охрану надо. Но в каком количестве? Один там охранник должен у СМИ работать или пять охранников? Ну, коллеги, тут уже руководительством самим принимать еще раз говорю о решении. Четвертый вопрос. Работающие в закрытых производственных помещениях, в мебели, в РТИ и так далее, в производствах, могут ли работать? Называется, читаем пункт один. Максимальная самоизоляция. Максимальная самоизоляция. Это вопрос не стандартной жизнедеятельности города. Вопрос максимальной самоизоляции. Пятое. Как быть, если человек проживает в селении Балаковского района, а работает и прописан Балаковым, будут ли по этим пропускам выпускать из города к себе? Конечно, будут. Один раз выехал к себе и живи с семьей. Все. Куда еще надо ездить? Не будь разносчиком, зараза. Шестое. Я единственную предмать. Занимаюсь фасадными работами. Ремонт межпанельных швов. Утепление фасадом снаружи метров канатного доступа. Работаю один. С людьми не контактирую. Работаю снаружи фасада, по сути, работа является необходимой, поскольку в квартирах из-за дефектов фасада образуется плесень, которая опасна для человека. Также делаю аварийные кровельные работы, выгодили мне пропуск. Опять пункт один. Вот сейчас это катастрофически надо делать или все-таки можно переждать? Блесень появилась не вчера. Наверное, она появилась давно. И все необходимые кровельные работы, которые надо делать. Конечно же, мы сами хотим, чтобы они были сделаны в сухое время года. Работок очень много. Но сейчас надо просто переждать. Там, где и является это крайне необходимым. Седьмой вопрос. Почему бы не подавать документы к электрону на ту же почту с прикрепленным ИЦП, который у нас равносильно реальной живой подписи и печати? Там идут персональные данные, которые мы на данный момент не имеем права у себя сохранять. Поэтому за персональные данные отвечает руководитель. Он за это расписался. Мы только фиксируем фактически этот пропуск для выполнения экстраординарных, неординарных, крайне важных работ. Дальше. Что делать с обслуги в сфере ИТ-технологии? Компьютеру, технику тоже, к слову, убрали. И как в случае выхода из строя оборонки, прикажете вести деятельность тем же заправкам, отмерять рёдрами, черпая из цистерны, а отчёт на каргонке рисовать. Но, коллеги, мне кажется, это уже абсурдный вопрос, который даже не знаю, как отвечать. Горючий смазочный материал все отпускаются. Бензин, дистопливо, газ, все отпускаются. Есть дистанционная работа, айтишники, конечно, работают, и мы сейчас сами убеждаемся на ТП о том, что айти-службы работать должны. И там, где это необходимо, выезжать надо. Всем пропуска в этой части, потому что нагрузка на сети резко возросла, и квалификация айти-сотрудников увеличилась. Все остальное по заправкам, они работают, и никаких здесь возражений нет. Вопрос только в одном. А надо ли заправки работать круглосуточно, если расход бензина и потребление бензина упало в разы? Можем сделать это, так сказать, по часам, по определенному. Вы сами уже руководствуете здравым смыслом здесь. Так, как будут принимать решения, кому давать? Ведь из подлинных документов непонятные деятельности. Значит, мы по таким документам оставили их вчера буквально, и сейчас дистанционно просто задаем сотруднику, ой, индивидуальный предприниматель, по какому акведу он работает, чем занимается. Да, буквально час-два для сверки, нам все будет понятно. А вообще вот существует этот индивидуальный предприниматель. И если вот по документам всего один, она подала список на 50 человек. Ну, у нас будет большой вопрос, конечно, надо ли ему список подавать. Мы на некоторых предприятиях увидели о том, что своих сотрудников завели членов своей семьи. Ну, это уже вопрос к мужу, к жене, которая выписывает пропуска всех членов своей семьи. Зачем ты это делаешь? Зачем тебе это надо? Как ты думаешь о том, чтобы самоизолировать каждого члена своей семьи? Ну, как тут поступить? Я не знаю. Каждый принимает решение, так же, как вот Татьяна Георгиевна сказала про главного врача. Ну, это ее личное, фактически, желание в команде быть, в трудной ситуации, или отдыхать. Так, если откажут, как доказать, что администрация ошиблась, если всем подписывать, зачем нужны пропуска, какой алгоритм апелляции? Алгоритма апелляции нет. Мы работаем буквально в ручном режиме с каждым предприятием и индивидуальным предпринимателем. Отказывают? Ну, обиды будут. Да, конечно, будут обиды. Мы внутренне к этому готовы. Но мы руководствуем всем документами, которые на сегодняшний день предоставил правительство Саратовской области. Сколько за вчерашний день одобрено пропусков? Сколько будет? Ну, 400 предприятий. Вчера мы подписали крупных, мелких и средних, и сегодня отдают. Какого напряжения, еще раз говорю, мы не видим. Тем более, что это 4-го числа есть время, и мы спокойно это все отработаем. Есть на предприятиях оборудование, требующее решение обслуживания. В противном случае оно может выйти из строя. Как быть? Ну, я не знаю, о каком оборудовании идет речь. Можно спокойно любое оборудование сделать на консервацию. Если централизм остановил спокойно печь и распустил всех своих сотрудников, оставил только службу охраны и сказал, что ему надо только сутки для того, чтобы запустить новую печь, ну, о каком тогда еще оборудовании может идти речь, что она требует ежедневного какого-то там, который, что у нас, животное, которое надо кормить, или там, человек, за которым надо 3 раза в день ухаживать. Ну, коллеги, я не понимаю сейчас этот вопрос. Скажите, о каком оборудовании это речь конкретно, я вам смогу ответить. Подрядчики продовольственных торговых сетей, которые обслуживают рабочие процессы магазинов, должны получить пропуска. Ну, конечно, должны получить. Магазины, и руководитель каждого магазина сам понимает, какой ему технический персонал нужен. Айти, там, холодильщик нужен, или котельщики. Ну, кто здесь возражает? Пожалуйста, у вас есть договора, необходимое количество сотрудников для обслуживания вашего магазина, чтобы он не разморозился, или там, отопление не стал, конечно, нужен. Если касса на кассе встала апелляционная система, ну, естественно, нужен айтишник, который оперативно все это сделал, отработал. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова